Девушки отдыхают 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 на форуме в Астанинском экономическом казахи решили устроить шоу. Они устроили круглый стол под названием «Диалог лидеров», на котором половину круглого стола составляли экономические эксперты, в которые были приглашены 6 из 8 или 9 нобелевских лауреатов, которые были на форуме, остальных за ветхостью не решились посадить за круглый стол. А с другой стороны сидели политики, действующие, там, министр финансов Канады, премьер Казахстана, вице-премьер Казахстана и отставные, Вин Кок, Тони Блэр, Романа Укроги, еще там несколько человек, чуть-чуть меньшего калибра. И, соответственно, а меня они просили это модерировать, и я им говорю, ребята, а чем модерировать-то? Они все равно ничего не скажут. Они сказать не могут. Это невозможно. Ни один современный человек правду не скажет. Дело как раз даже не в том, что они боятся, а дело в том, что у них нет слов, которыми эту самую правду описать. Никак нет. Мы понимаем, что правду они не скажут, но вы можете их стравить. Я говорю, стравить могу. И вот сидят 25 человек. Там был еще один модератор. Есть в интернете записи. По-моему, на сайте, на блоге премьер-министра Казахстана, Масимова, есть запись всего этого действия. Вот. Но я только кусочки видел. Значит, там был еще один модератор, который с Евроньюз. И он был настолько политкорректен, что как только он произносил фразу, все сразу забывали, о чем она была. Но я сейчас вот не берусь в кадре, о чем он говорил. А я там задал три вопроса. Господа политики, вы же жизнь знаете, как все устроено, вы себе представляете. Может быть, вы не знаете, как это менять, но как это все протекает, вы точно знаете. Скажите, вы довольны качеством экономической экспертизы, которую вы получаете? В этот момент, там же перевод синхронный. И в тот момент, когда, значит, Тони Блэр этот вопрос понял, у него наружу такая повелась, и смешка такая, типа, что ты в тварьский вопрос не проешь. Я с ним не устраиваю. Ну и, соответственно, эти политики в очень политкорректной форме объяснили, что качество экономической экспертизы ни к черту не годится. Ну, просто ни к черту. Шнобели ужасно обиделись. Это было видно. Один из них даже начал объяснять, что нет же, это не так, что экономическая наука такая замечательная, на вот такие выдающиеся достижения у нее, но его не поддержали даже другие Шнобели, не говоря уже про остальных присутствующих. Я даже комментировать это не стал, как лидератор, я имел моральное право поглумиться. Я не стал этого делать, поскольку смысла в этом никакого не было. И так все было понятно. А дальше я задал вопрос номер два. А это был вопрос, опять-таки, политикам. И я спросил, вот тут вот наши ученые-друзья объясняют, что надо затягивать пояса, ужесточать бюджетную дисциплину. Это, конечно, правильно, это все замечательно. Но мы-то понимаем, что бюджетную, что долги увеличивали не просто так, а с целью увеличения социальных расходов, с целью поднятия уровня жизни населения. Значит, если ужесточаем бюджет, то жизненный уровень населения падает. Вопрос, какова цена вопроса? Насколько? Ну и тут, значит, например, министр Казахстана, которому не избираться, поскольку там такая же система, как у нас, так совершенно спокойно говорит, а по моим прикидкам, странам Запада расходы населения превышают их реально располагаемые до дохода на 20-25%. Ну и такая гробовая тишина, а Шнобелей покорежит. Потому что либо они эти цифры не знали, и тогда они вообще ничего не понимают в экономике, либо знали, но молчали, и тогда они вредители. Что лучше, непонятно. И вот, значит, пока их... А сказать тоже ничего не умеют, пока их корежат. Значит, я спрашиваю, господа, ну это же масштаб Великой депрессии. 40-50% безработных среди работающего населения. В два раза больше, чем сегодня в Греции и в Испании. Как мы эту цифру будем продавать на народу? И вот тут нужно было увидеть. Значит, ну все не знают, что на это ответить, а на это нельзя ответить. Это такой был вопрос, теорический. И только два человека, у них так глазки забегали, сразу стало понятно, что они тут же прикинули. Ага, ежели, значит, такое будет падение жизни неравненаселения, тогда, соответственно, нынешнюю политическую лицу всю снесут. Чёрт возьми. А вот тут-то мы и вернёмся. Это были Романом Броди и Тони Блэр. На вопрос, аж Нобелев-то куда смотрят? Ну они уже старенькие, они уже нобелевские лауреаты, им же бояться вроде бы нечего. Ну пойди, скажи правду. Ну это же идиотизм. Политик, вот что будет говорить Тони Блэр, когда народ возмущённый сметёт нынешнюю политическую лицу? Он выйдет на белом коне. Серёд Вонгер скажет, мужики, как там сейчас принято по политкорректам обращаться? В общем, какое-то они придумали специальное слово в английском языке, чтобы, значит, ни в коем случае не разделять мужчину и женщину. Вот. А и соответственно, они говорят, смотрите, вы меня тогда, десять лет назад ругали, но я-то знал, что будет. Попади теперь, проверить, да? Я-то знал, и поэтому я действовал, исходя из-за этого. Вы меня выгнали, считая, что я в ситуации, когда всё хорошо, ведусь неправильно. Пригласили этих уродов. Теперь вы этих уродов выгнали, но теперь меня нужно, поскольку я тысячу, десять лет назад всё знал. Всё понятно. Логика понятная, но так может сказать Тони Блэр, а Шнобели так сказать не могут. Потому что их просят, а если ты знал, то почему молчал? Ты же не политик. Тебе не избираться там через три месяца или хотя бы через три года. Чёрт ты молчал-то? Я же говорю, что очень страшно. Либо идиот, либо вредитель. Скажешь, что знал, значит вредитель. Очень опасно. Что делать? И основной вопрос, а почему они не говорят? Ну вот, цифра 20-25%. Ну вот мы её вычислили в 2001 году. И опубликовали. Но она так и болталась. Никто её там не читал. А те, кто читал, вы послушайте, что про нас пишут из Кперты из российской экономической школы. Использованы нецензурные лексики, поскольку в жизни они выглядят примерно так же, как Шнобели на круглой столе. Они-то тоже ничего не говорят? Мы говорим, а они не говорят. Поэтому они на нас очень обижаются. Так вот, проблема на самом деле очень глубокое дело вот в чём. Экономическая наука в современном виде начала зарождаться где-то в, ну, условно говоря, в конце 15-го, начале 16-го века. А когда появилась школа меркантилистов, из которой потом вырос Адам Смит, который, собственно, первый сделал из всего этого науку. Один из меркантилистов, Антоний Фера, по-моему, я их, по-меням, не помню, где-то в самом конце 16-го, начале 17-го века, начал писать о том, что-то вроде того, я не помню более-менее точную цитату, что для того, чтобы сравнить два города, которые из них богаче, достаточно посмотреть на количество профессий, которыми владеют его жители, чем больше профессий, тем богаче город. В переводе на современный экономический язык это означает следующее, чем глубже уровень разделения труда, тем больше добавленная стоимость, которая образуется в экономике. Абсолютно такая понятная, абсолютно верная, абсолютно объяснимая вещь. Но задумайтесь, это конец 16-го, начало 17-го века. 1605-й год, смерть Бориса Годунова, начало смуты, кардинал Ришелье только-только стал кардиналом. Заменитая история, как он 18 лет получил доеписковскую шапку, причем папа, вручая ему пособ епископа, а тебе правда есть 33 года? Да, конечно, ответил Ришелье, получил доеписковскую шапку, епископский пособ, после чего бросился в ноги папе и сказал, простите мой грех, ваше святейшество, я соврал, мне 18-15. Вот, но неважно. И в этот момент какие-то, значит, маньяки, скажем прямо, сидят и пишут что-то там, значит, о богатстве. Уже тогда было понятно, что развитие экономики идет по пути, который мы сегодня называем научно-технический прогресс, то есть углубление, разделение труда. Замечательно. Дальше нужна наука. Науку придумал Адам Смит. Но и Адам Смит, и Рикардо, и как бы многие другие их последователи, у них у всех был один недостаток. Это все было, ну, как бы, все эти кусочки, различные экономические кусочки, были отдельно друг от друга, они были не систематизированы. И вот появился Маркс, который в середине 19 века сделал политэкономию, слово, которое придумал Адам Смит, наукой. То есть он дал такой современной наукой, он дал полное системное, систематизировал все поле политэкономии. И внес туда совершенно колоссальный вклад, при этом он еще много чем занимался, он был социальным философом, он там был революционером и т.д. и т.п. Но, что самое интересное, в чем я подыскал чертов, что интересно, а он при этом и его последователи создали единую методологическую школу описания социальных процессов. Они создали исторический материализм, они создали социологию ту, марксистскую, много еще чего. и дали описание развития истории человечества от Адама до наших дней в рамках единой методологии. Теория смены формации. К ней можно предъявлять разные претензии, ну, например, вначале они совершенно в тему изменения формации совершенно не вписывался в Восток, поэтому придумали отдельную тему проазиатский способ производства. Дальше в феодальную тему совершенно не вписывалась Византия, Ромейская империя. Дело в том, что она, хотя и существовала до 15 века, но в ней не было феодалов вообще. И в этом смысле там был безусловно феодализм, но он никак не вписывался в те модели, которые, значит, узнал Макс. По этой причине, кстати, историю Византии преподают очень плохо даже у нас, потому что на Западе ее не любят, потому что там они любят православие и потому что они не хотят показывать, что вся культура, в том числе культура возрождения, она из Византии пришла. Это на самом деле византийская традиция, которая потом была разрушена имя же. а соответственно мы ее про нее мало что рассказываем, потому что она не вписывается в концепцию Маркса. Представительской власти Византии как-то тоже спрятан в глубину. Но не важно. А важно вот что, что была Солтана сквозная в рамках единой методологии история человечества. И при этом еще эта история вся укладывалась вот в рамках такого левого подхода красного глобального проекта. По этой причине на Западе его ужасно не любили. Им всем стало понятно, что с этим надо бороться очень жестко. Но очень трудно бороться с системной теорией. Чтобы не сказать практически невозможно. Потому что ее нужно опровергать. Нельзя протыскать это чудо. И вот на Западе стали срочно сочинять свои концепции, которая была в истории это была такая пресловутая концепция премодерн, модерн, постмодерн и прочие разная глупость. По большому счету, потому что так это не вывели на уровень исторического материализма. Философию свою сочинили, социологию свою сочинили и даже придумали новую экономическую науку. Нельзя было брать политэкономию, потому что уж слишком сильно Маркс ее перелопатил и придумали новую экономическую науку под названием экономикс. как альтернативу политэкономичному. Это вот первый случай в истории, когда из-за социально-политических разногласий на одном и том же поле были придуманы две разные науки, которые друг с другом сильно конкурировали. И каждая другую называла лженаукой. Поскольку было соревнование двух систем, то сказать который из них лучше, это было достаточно сложно. То есть ты должен был выбрать в начале систему, которая тебе больше нравится. Если тебе больше нравилась социалистическая система, то автоматом ты должен был любить политэкономию. А если тебе нравилась капиталистическая система, ты должен был принимать экономику. но поскольку они конкурировали, то по этой причине по очень многим вопросам у них были противоположные взгляды. То есть там, где в одну белое, в другую черное и наоборот. Обращаю ваше внимание принципиально. В чем отличие общественной науки, которая является экономикой, политэкономией от науки естественной. В естественной науке вы можете поставить эксперимент и определить, что у вас там белые или черные. Общественные науке так не получается. Сказали белое, значит белое, точка. Все. И дальше твоя задача придумывать обоснование, почему оно белое, почему никаким другого цвета оно быть не значит. Точка. Все. Ключевой вопрос, по которому были споры, это был вопрос о конце капитализма. Теория смены формации марксовская что утверждала? Что после рабовладельческого строя феодализм, после феодализма капитализм, а после капитализма, который безусловно заканчивается, будет коммунизм и переходная стадия социализма. И смена капитализма на социализм неизбежна, капитализм конечно на социализм его могильщика. Соответственно, в рамках экономикс отсутствует в принципе тематика конца капитализма. Он предполагается вечером. Как только социализм рухнул, это вот идея экономики, во-первых, политэкономия была объявлена лженаукой. При этом, для того, чтобы, не дай бог, люди не прониклись ее идеями, в России произошло замечательное событие. всем вузам, где были кафедры политэкономии, одновременно на Западе были предложены гранты на написание учебников экономик. Если вы зайдете в любой книжный магазин на комплекс экономиками, вы увидите 3, 5, 10 абсолютно одинаковых, как копируют написанных учебников. Экономикс разных вузов, в разных магазинах разных вузов. Но, естественно, в школе книжка написана, там в условиях гранта, что читать теперь не политэкономию, а экономику. Сколько кафедр политэкономии в нашей стране практически не осталось. Казалось бы, если лженаука чего бояться? А нет. Но, понимаете, от того, что политэкономию назвали лженаукой, проблема никуда не делась. Дело в том, что тема конца капитализма в политэкономии появилась не в связи с Марксом. Маркс под нее подвел базу. Условно говоря, его рассуждения были такие, если капитализм уконечен, то мы должны объяснить механизм, что придет как бы его смены и описать, что придет ему на смену. Но откуда взялась сама идея конца капитализма? Выясняется, что она взялась не от Маркса, а взялась она от Адамси. Как бы вы подумали? Дело в том, что продолжая логику о том, что прогресс и развитие при капитализме это углубление разделения труда, он задался вопросом, а можно ли замкнутой системе закрытой увеличивать разделение труда до бесконечности? Довольно быстро пришел к выводу, что это невозможно. Если у вас есть деревня, в которой сто дворов, то хоть вы умрите, вы не сможете там создать производство велосипедов. Потому что обработка металла такого качества, которое нужно там звездочки делать, обработка спиц для колес и, наконец, производство каучуга для шины или резины в рамках деревни на сто дворов сделать невозможно. А, еще к цепи делать, да, нужно очень высокое качество металла. Невозможно. Теоретически можно себе представить, что найдутся какие-нибудь умельцы, но это деревня, и кто же их будет кормить, пока они будут три или четыре года делать один велосипед. Это не серьезно. Если у вас есть город, в котором сто тысяч, то можно себе представить, что там есть люди, которые делают велосипеды, хотя как-то низкого качества. И, опять-таки, не очень понятно, откуда они приберут резину выше, если эта система замкнута. Но представить себе, что в городе, в котором живет сто тысяч, что они будут делать трактора, уже невозможно. Ну, и так далее. И вот Адам Смит выдвигает тезис, что углубление разделения труда в западной системе возможно только до некоторого уровня, который определяется размерами этой системы. А дальше он останавливается. И прогресс научно-технический заканчивается. Для Адама Смита это было рассуждение абстрактное, потому что ни одна страна мира на тот момент еще не достигла этих пределов. И даже для Камла Маркса это было достаточно абстрактно. Но сегодня-то мы знаем, что это не абстракция. У нас сегодня рынок вращаться некуда. У нас сегодня весь мир это один сплошной рынок. А это значит, что рано или поздно на самом деле уже уровень разделения труда выйдет на уровень, который уже не достижим в рамках нынешнего объема рынка. И капитализм закончится, потому что капитализм это углубление разделения труда. Если у вас нет углубления разделения труда, вы не можете продать инновации. Если вы не можете продать инновации, у вас нет инвестиций. Все. Поезд ушел. И вот эта проблема, которая встала сегодня перед человечеством, у нее есть одна жуткая совершенно сложность. ее невозможно описать в терминах экономизм. Потому что там тема конца капитализма табуирована. Вот как у славян было табуировано название медведя. Ведь медведь это эвфемизм. а слово было запрещено табу. Так и тут. Кстати, есть еще несколько слов, которые нельзя произносить, например, в русском языке. Например, глагол победить не существует в первом лице в будущем времени. Я победю сказать нельзя. Нет такого слова. Это он тоже такой. Вот. Ну вот, что делать? Вопрос. А может быть, можно описать эту проблему в рамках политэкономии? И здесь тоже возникают проблемы. Дело в том, что ведь идея Адама Смита о том, что прогресс в какой-то момент останавливается, она на самом деле в реальности проявилась в конце 19 века. Дело в том, что у школи нужно расширяться, то это означает, что капитализм довольно быстро должен принять форму нескольких расширяющихся технологических зон. Каждый из которых имеет свою систему разделения труда, свою финансовую систему, которая захватывает то, что можно захватить. В некоторый момент эти зоны должны прийти в столкновение. Пока в какой-то момент сначала мелкие зоны, ну, грубо говоря, города объединяются, более крупные захватывают более мелкие, а потом в какой-то момент, когда их становится совсем мало, уже так просто захватить не получается. В результате происходит столкновение технологических зон. Первое такое столкновение было в конце 19 века. Маркс уже умер, еще был жив Энгельс. Между германской технологической зоной, британской технологической зоной и технологической зоной, только-только возникшей в Соединенных Штатах в Америке. Первая мировая война была война за рынки, что, кстати, понимали марксисты начала 20 века, потому что ни одна из зон больше не могла развиваться нормально. Начался кризис падения эффективности капитала. В этот момент была еще одна зона, четвертая, японская, но она была на торшебе, на расширяла свои рынки, захватывая Юго-Восточную Азию, Китай, Корею и так далее. А Первая мировая война не привела к успеху, единственное, что удалось сделать, это лишили Германию независимой финансовой системы. И произошла еще одна вещь, от Германии откололся кусок самой крупной ее технологической зоны, называемой Россией, где новое руководство стало создавать еще одну пятую технологическую зону. Но сначала начало XX века среди максистов был один человек, который соединил идеи Адама Смита с идеями Макса именно в этом месте и начал писать о том, что основной кризис капитализма состоит в невозможности расширения рынка. Это была Роза Люксембург. И тут случился конфуз. В том, что Роза Люксембург была из немецкой социал-демократии, у нее были сложные отношения с русской социал-демократией, неплохие, но сложные. И она в какой-то момент поцапалась с Ленином. Году в 1905. И Ленин, который на самом деле экономик ничего не понимал, он соответственно на нее наехал, в том числе объяснив, что на самом деле капитализм сам себе создает рынки, и все, что она написала, это глупости. Сказано это было в полемическом задоре, но Розу Люксембург в 1918 году убили. Не очень понятно, кто ее сдал, потому что имеются разные по этому поводу гаспирологические соображения. А Ленина довольно быстро сделали иконы в нашей стране. И в результате тема, теория технологических зон и соответственно расширение рынков, которая могла бы появиться в рамках политэкономии еще в 20-30-е годы, собственно, если бы была бы жива, Розу, все бы, может быть, она бы, но, собственно, ее умели в 18-х, значит, к началу 20-х, она бы, скорее всего, это все бы довела бы дома. Она появилась только в 2000-е годы. Олег Григорьев ее вот довел до окончательного логического завершения. Но в рамках политэкономии эта тема до падения СССР тоже была табуирована. В результате мы оказали совершенно замечательной ситуацией, я бы сказал, блестящей. Есть реальная проблема, причем проблема не человека, не домохозяйства, не фирмы, не государства, а проблемы всего человечества. Завершается 300 с лишним летняя история развития научно-технического прогресса. И никто не может описать, что с этим делать. Потому что те два языка, которые были, остался один только, именно эту коллизию, описать не можно. То, что мы сочинили теорию кризиса, это следствие того, что, во-первых, мы владеем языком политэкономии, где тема конца капитализма разрешена и даже поприветствуется, а во-вторых, что мы вышли из табу советского, поскольку мы все-таки уже воспитывались в конце 80-х, когда скептическое отношение ко всякого рода догмам советским уже было достаточно развито. Но мы не можем эту теорию вменить западом. Очень смешные истории, да, вот сидят какие-то там относительно разумные люди, западные. Мы им рассказываем результаты нашей теории, ну вот там на кругом и остальном. Рост, значит, спрос на 20-25 процентов выше, чем реально располагаемые доходы. Да, говорят они, вот теперь мы это видим. Но как вы пришли к этому результату? Ну как, мы там посчитали межотраслевой баланс. И говорят, ну хорошо посчитали, но почему вам пришло в голову это смотреть? Ну это же бред какой-то, ну чему вдруг? Это не теория фирмы, это не теория спроса, это какая-то совершенно левая конструкция, чисто техническая, и вы вдруг решили в нее лезть и копаться в ней достаточно долго, много месяцев копались, но почему вы туда полезли? Это мы им говорим, а мы туда полезли потому, что мы поняли, что в 70-е годы в США был кризис падения эффективности капитала. И по этой причине вся экономика это механизм стимулирования спроса. А если мы понимаем, что было стимулирование спроса, они говорят, какое стимулирование спроса? Говорят, а вот кредитование физикой. Ну в чем проблема, говорят, людям дают деньги, они их возвращают. Ребят, вы не понимаете, а системно? Они говорят, а что системно? Ну хорошо, он вырос в кредит на 5%. И на 5% в год, он же у вас рос на 5%, а потом на 10 каждый год, сколько докопилось? Ну почему они же возвращали, все нормально, сколько вошло, столько лучше. То есть у них в голове вообще нету структурного подхода и быть не может. Потому что вы их понимаете, я еще раз скажу, конца капитализма нет, а структурный подход и структурные диспропорции ведут к тому, что капитализм может закончиться. Значит эту тему обсуждать нельзя. Точеку. И вот невозможно, даже когда может враженную видеть, поддаешь, но нашим это бессмысленно, потому что наши апологики, они ходят со знаменами, но рисовать на знаменах они не могут. Поэтому что на знаменах написано, они читают и нам транслируют. Вы говорите, это мантры. А содержание, они говорят, содержание мы обсуждать неутолучше. Содержание это там Гарвард, Чикаго, еще куда-то. Я говорю, ну хорошо, тогда давайте чем мы с вами с ним обсуждать. Они поэтому и увиливают от обсуждений. Я рассказывал там, у меня есть лекции для школьников, я там все время рассказывал замечательную дискуссию, которую я в интернете прочитал. Два человека беседуют, видимо, друзья детства, то ли там одноклассники, то ли еще что-то. Один из Рэша, российская экономическая школа, а другой какой-то естественный, то есть человек, который во всей дисплее не увлечен. И вот этот человек-естественник пересказывает саму Рэш всю теорию нашу, а тот говорит, нет, это все хазничина, это все лженаука, я это даже обсуждаю. Почему? Они же очень логично все говорят, я физик, химия, я понимаю, что это все очень логично, внутренне строено, но пригласите его. Нет, он не ученый. Почему он не ученый? А для физиков что я ученый, у меня работа есть по статье физики. Почему он не ученый? Он ученый. Нет, ученый это тот, кто пишет, ученый-экономист, статьи в журналах, которые реферируют экономисты, приглашается на конференции, в которых принимают участие ученые-экономисты. У Хазина нет ни статьи в реферируемых журналах, ни выступления на конференции. Ну так пригласите его на конференцию, говорит это сам предприятие. Нет, говорит тот, мы не будем назвать его на конференцию, потому что он не ученый. Ну это вот совершенно такой атипичный вариант. У меня просто по этому поводу сразу стремляется известный анекдот. Значит, как на клетке со страусов небольшая анекдот и страусов не пугать, пол в клетке бетонный. Значит, вот они все время бьются, значит, не голову, а бетонный пол, но сделать ничего не могут, потому что полномочий копать глубже они не имеют. но и западники этого тоже не могут сделать, потому что полномочий отменить тамбу, наконец, капитализма у них нет. Науку создавали в начале 20 века, вот экономику, там классики. Нельзя же менять классик, опять же, это чревато, очень страшно. И вот ситуация, в которой находится сегодня все прогрессивное человечество. Есть люди, которые хотят что-то изменить. У меня есть знакомый, который сделал самую крупную карьеру в российском пиаре. Он стал вице-президентом самой крупной в мире пиар-компании. В три альбе. И вот он мне рассказывает, как он встречается с какими-то масонами, и они ему плачутся. А он им, естественно, рассказывает про нашу теорию кандидата, а им интересно. Они такие, как бы, реальные, закулисные махинаторы. Те, кто реально определяет политику. И они ему говорят, знаешь ли, мы бы всех этих политиков могли бы выгнать буквально до причины есть место. Поскольку это было сразу после стресс-камен, это была допущена неполиткорректная шутка, что горничных на всех хватит. Но! Но! Кого ставить на их место? При этом, вот что мы знаем про Тони Блэра? Что он, как он там назывался? Шавка? Буша? Как он? Пудель? Пудель? Да. Когда я там должен модерировать, мне восемь раз позвонил пресс-секретарь Блэра, чуть сам Блэр не позвонил, я сказал, не надо ему звонить, я все равно по английски не говорю. И говорил, Михаил Ильич, только вы, пожалуйста, не задавайте вопросов про Ирак. Ну вот, не больной человек, да? Понятно, это для него больное место. Замечательно. Но нужно же понимать, что Буш чем занимается? Он своим дельцем закрывал пробоем, чтобы не затонул корабль американской экономики. И заткнул, не утонул. Когда я писал 10 сентября 2001 года о том, что будет крупный теракт, у меня была очень простая логика. Дело в том, что данные экономические изолеты были очень плохими. Ну вот, собственно, августовские. Они уже были известны, но еще не обнародны. И было понятно, что это надо на что-то списать. Поэтому я написал, что скорее всего сейчас устрою что-нибудь эдакое. Ну, там, поскольку это был форум такой, по этой причине там я многие пропустил в промежуточные выглоки. Но логика была абсолютно понятна. Вот уже тогда теоретически все могло быть. И Бош своим дельцем закрыл это образование. А Блэр ему помогал. Но уже на сегодня это уже невозможно. Но прошло с 2001 года 11 лет и ничего. Казалось бы, сколько университетов, сколько ученых. Ну, скажите, ну, тут что-нибудь, что происходит. Ну, это катастрофа. Социальная общественность. Ну, представьте себе на секундочку, да, что у вас там что-то происходит. условно говоря, в городе каждый день сгорает дом. То, что кризис стал неизбежен, стало абсолютно понятно с 2005 года, в тот момент, когда ставка по реальным коммерческим кредитам в США перестала падать. Рефинансировать дом стало невозможно с 2005 года. А Рубенец сказал с 2006. Ну, но причины-то он же не назвал, и не может он их на город. А потом, он его на такую несет, видно, что парень не в адеквате. А кроме того, за последние года три его раз в 10 половили на том, что он допускал, назовем это так, деликатно, коммерческие митички. Вот. Ну, я понимаю, это святое, куда делишься, ничего личного, только бизнеса. Посмотрите на СОРОС, это вообще ничего, кроме коммерческих больше, ничего больше не занимается. Но я считаю политическим коммерческим. Вот. Вот это вот жизнь. И вот куда податься бедному крестьянину, то есть нам с вами, вот это вопрос, на который ответы нет. При этом следствия многие понимают, я сейчас расскажу, следствия многие понимают. Но выглядит это, ну, как, условно говоря, как все идут за событием. А невозможно, понимаете, уже сегодня, в общем, более-менее понятно то, что мы знали еще 10 лет назад, как будет развиваться расплат. Очень смешно. Мы когда написали книжку нашу, мы ее написали в 2002 году, потом мы ее год не могли издать, никто не хотел публиковать такую неактуальную книгу, такую неактуальную хотели, как «Закат империи города». И мы написали еще одну главу под названием «Последний год». И она вышла в конце 2003 года. Но в этой книжке мы написали там о валютных зонах, там еще о чем-то, еще о чем-то, о росте цен на золото. И мои товарищи, которые ко мне очень хорошо относились, они мне регулярно говорили, я с ним я рвался по телефону просто до ора. В том числе мой соавтор по теории глобальных процессов Сережа Гевриленко, я помню, как мы с ним ругались в 2004, 2005, Сережа, а Евросоюз распадется. Говорю, нет, ты не понимаешь, как там все устроено, это все так глубоко, и ты все так, и Сережа распадется. Нет, ты не понимаешь, ну вот теперь погибись. Что происходит? Так вот, к вопросу о Евросоюзе. Обращаю ваше внимание, что говорит Госдеп США, что говорят эксперты МВФ Мирового Банка ФРС. Они все говорят одно и то же. Нужно создавать в Евросоюзе единую финансовую систему, нужно создавать наднациональные органы, и чтобы Германия за все это платила. Что такое наднациональные органы? Я пояснил. Сегодня в Греции все вклады в Евро застрахованы. В греческой корпорации страхования депозитов. Надо ли объяснять, что в случае начала массового банкротства эта корпорация ничего вернуть не сможет просто потому, что у нее не будет уже евриков, а будут одни из ваших драг. И вот что говорит МВФ и все эти прочие искпенты. Они говорят, нужно создавать единую общеевропейскую корпорацию страхования депозитов. Все активы национальных корпораций надо отдать туда, но это примерно 5% от необходимых денег. Может быть, силы. А дальше, соответственно, чтобы эта корпорация выплачила всем, когда банки начнут банкротиться. А если денег не хватит, за все платят Германия. Все замечательно, понятно, логично, даже никаких претензий не подлежит. И вдруг неожиданно, в тот самый момент, когда в Германии идет острая дискуссия, компания снижает, не снижает, а пока только снижает прогноз по рейтингу германии. Фактически, это сигнал. Вы только дайте им денег. Мы вам сейчас и до мусорного уровня рейтинга опуска. При том, что облигации германские вообще вышли в отрицательную область. У них отрицательная доходность. спрашиваются, откуда это взялось? Это же какой-то бред этот анонсер. Ответ очень простой. Вся модель, начиная с начала 80-х, с реганомики, когда в 70-е годы Семьемные Штаты Америки поиграли в миронарные двухсистем СССР, когда там был кризис, падение эффективности капитала, они стимулировали свою экономику через эмиссию, через постоянное кредитование спроса. Откуда превышение спроса нам доходит? Откуда. И крутили эту машинку 30 лет за счет рефинансирования все время возрастающего долга. Учетная ставка была 80-му капитал 19%, в декабре 2008-го года стала равной нулю. Все, машинка закончилась. Учетная ставка это стоимость кредита для банков, а коммерческий кредит стал падать за 2005-го. А все, машинка закончилась. Дальше сделать ничего нельзя. И в этот момент у него не стал вопрос, а что делать дальше? Существует всего в экономике три способа получения денег. Два из них перераспределительные, но с точки зрения тех, кто получает, это неважно. Первый способ это производство, ну или там выращивание зерна, или добыча полезных ископаемых, в общем, производство. Способ второй это эмиссия, способ третий это обменные операции. Для обменных операций нужно много центров, аначе кто с кем обменивается. А последние тридцать лет и первый, и третий способ не работали. Почему? Потому что все производство получало прибыль от кредитных операций, в том числе кредитований потребителей. То есть, грубо говоря, продать ничего нельзя до тех пор, пока ты не дашь потребителю кредит по покупке своего товара. Если вы посмотрите на все крупные корпорации, начиная от General Motors и General Intelligence и качаем мелочевку, у них основная прибыль образуется в финансовых подразделениях. А что касается обменных операций, то обменные операции в условиях монополии доллара все равно связаны с долларом. Фактически это обменные операции наносит местечковый. Характер что-то вы продаете, что такое рубль, это местечковая обменная бумажка, потому что основную прибыль государство получает в долларах от продажи нефти и закупает одно импортные товары за доллар. Какую-то часть этих долларов для того, чтобы внутри обеспечить нефть, приводит в рубль. Так вот, если, да, а эмиссионная схема больше не работает, она больше не приносит прибыли, она перестала быть эффективной. Вот, соответственно, продолжаем дальше. А производить что-то вообще невозможно, потому что поскольку долг не рефинансируется, то это означает, что стимулировать спрос больше нельзя, спрос будет падать, как мы говорили, 20-25% разница. То есть это означает, что инвестировать в новое производство просто бессмысленно. Все инновации закрываются, накрываются медлентазом, поскольку когда людям жрать нечего, они инновации не покупают. А и что остается? Вот тут мы вспоминаем, что в нашей книжке 2003 года было написано как мир распадается на валютный зон. В каждой из которых уровень разделения труда падает по сравнению с тем, что есть сегодня в мире, но за счет эмиссии национальных валют и некоторой оптимизации, в том числе прежде всего в логистике, ситуация не то чтобы улучшается, но по крайней мере относительно стабилизироваться. А теперь для того, чтобы эта система работала, нужно, чтобы эти валютные центры образовались. Но для тех, кто сегодня получает прибыль, кто контролирует эмиссию доллара, им это крайне не выгодно. Самый первый претендент на независимый валютный центр эмиссию, это евро. Но сегодня это все завязано на Германии. Поэтому с точки зрения тех, кто контролирует эмиссию, то есть соответственно МВФ, Мирового банка, администрации Обамы и собственно ФРС, нужно что? Чтобы Германия сегодня все свои ресурсы сожгла в поддержании всего безобразия, чтобы она не могла выступать через 3-5 лет в мире полноценным валютным центром. Опять-таки все понятно, абсолютно логично, ничего личного, только бизнеса. А вот соответственно рейтинговые агентства вдруг начинают играть в противоположную игру. Вопрос, а почему? Кому они принадлежат? принадлежат они Ротшильдом. А Ротшильды перенесли свою операционную базу из Лондона в Гонконг. И как объявлено уже этой осенью их банк HSBC начинает выпускать на рынок ценные бумаги на Минер и Неверной в Юрале. Что мы видим? Что мировая финансовая элита поняла что скорее всего мир ждет распад на валютные зоны. И те из них которые понимают что либо неэффективно будут контролировать единый эмиссионный центр а два эмиссионных центра нельзя контролировать. Если вы контролируете один то для всех остальных вы пройдете. Невозможно. Если не эмиссионный центр то нужно много эмиссионных центров ну не слишком много ну там четыре пять шесть и соответственно играть роль посредника между ними и получать с этого прибыль. А как мы знаем в иудаизме ростовщичество ну то есть эмиссия было запрещено. А кого там Иисус выгонял из двора храба? Миниал выгонял. Вот значит они судя по всему начинают переходить возвращаться к истокам и создавать вот эту самую меняльную схему. Но тогда им нужно чтобы эти центры были. Они не заинтересованы в ослаблении сегодня Германии. Они не заинтересованы в ослаблении Китая. Они заинтересованы в том чтобы в Латинской Америке был свой центр. Я не исключаю что это они поддерживают. и Бразилию и Венесуэлу и всех остальных с точки зрения создания латиноамериканской валюты. Когда Чавес пять лет назад начал говорить будем создавать единую латиноамериканскую валюту. Кто такой Чавес что-то такое говорит. И потом Чавес Венесуэла это не Бразилия там все Бразилия поддержала. Однако Бразилия его поддержала видимо не просто так. Так вот судя по всему буквально за последние месяцы произошло ключевое радикальное в нашем мире событие. Единая до того мировая финансовая элита которую мы все видели какая она единая раскололась на две большие части. та часть которая прочно связана с долларовым эмиссионным центром и не может от него оторваться то ли по причинам ну понятно что там МВФ и мировой банк да и ВТО не могут оторваться от ФРС потому что они в принципе существуют только до тех пока существует доллар как мировая банка ну какой ВТО при валютных зонах каждый валютный зон свое поток и они взаимодействуют практически если вы посмотрите на ситуацию 20-х годов да еще лучше конца 19-го века то торговля между зонами была на порядок меньше чем внутри зонами с другой стороны все уже понимающие скорее всего будут зоны но тогда они должны как бы за доллар должны их максимальным образом ослаблять опускать и так далее и что мы видим что сейчас много атак на банки за то что они манипулируют ставками за то что там они еще что-то делают но только по одному банку Конгресс принял решение что это банк неправильный что он занимается отмывкой на денег это какой-то банк шанхайско гонконгский банк создан он был в середине 19-го века для поддержания опиумных войн у него торговые наркотиками рецепт был основной бизнес трудно от них ожидать уже еще отказались что-то такого не было вот и вот в результате мы видим что в 12-м году произошел принципиальный раскол мировой финансового литра на две антагонистические группы антагонистические потому что их база для их прибыли она принципиально отличается либо-либо если ты печатаешь доллары ты не можешь допустить чтобы кто-то в мире эти доллары не принимал ну либо ты сразу становишься местечковым а если тебе нужно много финансовых центров независимых то в этом случае ты ни в коем случае не можешь допустить чтобы один из них доминировал вот а я думаю что вот эта конфронтация двух этих центров будет оказывать ключевое влияние на развитие контрольки в ближайшие годы Бразилия скорее всего будет вместе с Югом Африке вопрос сумею китайцы закладить Австралию в Новую Зеландию куда они уже очень сильно проникли да скорее всего вся Юго-Восточная Азия будет под Китаем два года тому назад ну не ладно полтора то есть летом не этим опрошен в той же Астане был форум экономический на котором была дискуссия о валютах и там выступал на одной из сессий представитель Японии который произносил речь того что вот говорила мы конечно понимаем что мы страна маленькая по этой причине нам нужно все это объединяться и вот мы сейчас думаем куда нам значит с евро или с долларом с долларом или с евро на что стал очень очень приличный и сказал у нас есть мнение что вы будете в зоне юаня а что значит представитель сказал нет ну вы понимаете ну вот соответственно вот евро или доллар и снова стал китайц и очень верно ну все таки есть мнение что вы будете в зоне юаня да вот посмотрите есть два варианта либо у нас будет своя валютная зона в объединении с кем-то одной России не хватает есть только две страны которые могут создать валюту на основе своей экономики это Китай Индия Индия останется валютной зоной поскольку никто кроме Индии в нее входить не будет то это будет такое отдельное очень специфическое образование Индия очень специфическая страна очень тяжелая сильно более брутальная чем Китай индийцы очень у них есть очень резвые ребята единственное что утешает что они друг другу любят сильной бой чем тебя говоришь а это причина кто не знает что Индия это не федеральная страна не унитарная и даже не федерация это конфедерация там власти штата сильнее чем правительство в дыре но это очень специфическая страна если я правильно понимаю то в ближайшие 5-7 лет основная прибыль будет зарабатываться именно в рамках обменных 5-7 лет я пока не знаю пока у нас переходный процесс а потом да основная прибыль в финансовом секторе это будет единственный прибыль не совсем так будет прибыль в рамках валютных зонок производства но за пределами валютной зоны получить прибыль которая внутри будет невозможной соответственно единственный вариант а финансовые элиты в каждой зоне будут свои как это было у Германии была своя банковская система до 18-го года очень сильная пока Германия войну не проиграла туда ни британские ни американские банки брались к нам а потом что произошло кстати очень интересная история почему Гитлер пользовался такой любовью немцев до конца 44-го начала 45-го года потому что в 18-м году когда пришли британские и американские банки в Германию то они перестали кредитовать германского промышленника германского фермера им стали говорить ребята зачем смотрите покупайте наши ну как вот в Болгарии сейчас нету помидоров не выращиваются потому что в Турции они дешевле болгары едят турецкие помидоры для нас привыкшим что болгары завалили помидорами весь советский значит блок это же что-то невообразимое куда вы дели ваши помидоры это не важно это экономика если нет границы то убеждает тот у кого ниже до себе стоит так вот в результате что сделал Гитлер он сделал то что я пытался сделать в 96-м году под названием федеральная вертельная программа сделать валюту которую не контролируют иностранные два и за счет ее миссии обеспечить оборот денег Гитлер в 33-м году ну шахт конечно но Гитлер это все запустил параллельную валюту неконтролируемую английским и американским и в результате заработала немецкая промышленность немецкое сельское хозяйство немцы были его готовы носить на руку а кто в 96-м году был сильно против все вообще все Гайдар Чубай все были против ну все Гайдар Чубай ну Гайдар уже не было тогда членов но их все были против а как вы хотите они все все наши семибанкирщина была против она же вся жила на отзывные деньги что получается что кто-то там начнет что-то производить и будет получать прибыль минуя нас вот много было желающих сделать эту федеральную вексельную программу но не получилось мой доклад 96-го года от ноября 96-го года в котором я всю эту ситуацию описывал за нее собственно за этот доклад меня и выгнали из команды молодых репарматоров потому что я там порушил базовый тезис Гайдара что сокращение денежной массы ведет к урешению инфляции я там на цифрах показал что сокращение денежной массы ведет к урешению инфляции вот после этого мне было сказано что я враг что я подрываю основы вот вся проблема современной жизни состоит в том что те кто на что-то влияет уже нащупали что есть два основных направления одно направление это превращение все в хаос и только значит вот град на холме это Вашингтонск с печатным станком вот либо же соответственно распад мира на валютные зоны то что мы видели на Ближнем Востоке это в некотором смысле начало операции по превращению всего в хаос на Ближнем Востоке это было просто проще всего сделать мы сегодня уже понимаем что эти операции не проходят значит валютные зоны но проблема состоит в том что теории нет и это означает что будет масса проблем вот так вот по поводу России я не знаю обращали ли Вы внимание есть такой маньяк Спирилов побежденец как говорила моя прабабушка Едвига вы поляки всем хороши но только когда начинаем говорить о русских мы сходим с ума но это комплекс неполноценности они никак не могут нам простить в 17 век когда больше потерял независимость хотя как говорил мой папа пишите на себя заявление вот но дело не в этом а дело в том что даже он начал объяснять последний год или полтора о том что нужно любой ценой сохранить целостность России потому что либо Россия самостоятельная зона либо она распадается и западная часть отходит к Европе а восточная часть отходит к Китаю ну на Европу это ладно наплевать но если за Уралом будет начинаться Китай чем если не будете делать нужно понимать что в Китае безработных примерно столько же сколько все население нашей страны они могут уже сегодня высадить 10 человек на каждого нашего живущего за Уралом без проблем оксана им даже ничего не нужно делать это люди безработные они это не делают потому что понимают что это атомная война пока значит Россия нужна самостоятельная технологическая зона и валютная проблема у нас вся экономика и все финансы контролируются теми кто сидит в городе Вашингтонске кто имитирует долг будет ли в России спрос сейчас мы просто достаточно сильные а будет у нас 20 я думаю что процентов на 30 мы будем примерно в ситуации повторения начала 90-х мы очень живучи вот что будет делать Европа и США я не знаю они могут выжить но для них их социальная структура общества нынешнего не выдерживает отдельно два раза а разрушение вот как бы у нас же в 90-е годы основная эта проблема была связана не с падением уровня жизни а с разрушением социальной структуры люди не знали куда идти где зарабатывать они привыкли что есть там как бы что да конечно подворолуют но чуть-чуть ну там и так далее а вот они струкнулись с катастрофой вот этой ну грубо говоря произошло полное разрушение всех социальных связей но у нас сейчас даже при падении на 30% не будет разрушения социальных связей потому что они уже выстроены много а вот на западе будет и что это будет я не удивлюсь если там где-то будет резня где-то устроят фоломейевскую ночь где-то арабы все сожрут там будут очень тяжелые нормальные ну это гражданская война там где-то и в США и в Европе да но по-разному да я понял потому что в США за пределами городов очень сильное местное самоуправление которое создает общины которые будут защищаться но при этом эти общины не могут поддерживать высокий уровень разделения труда потому что для этого нужны финансовые институты которые работать не будут что касается городов часть народа тоже тоже проблема вся земля частная в США сегодня нельзя выращивать овощи и фрукты вот как у нас государственная дача даже яблок нельзя выращивать то есть она может расти и цвести но срывать с них яблоки это правда не имеешь а в Норвегии за такие вещи штрафуют почему потому что фермеры платят специальные фермерские налог если ты вырастил яблоко для еды у тебя там сейчас вы будете выстраивать и ты должен заплатить этот налог а не заплатил значит ты жулик подождите а показываешь первые лиги американскую которые помидоры у себя на детку разводят а вот в Норвегии я точно знаю что жестко что касается первой везде там имеются ограничения кажется на продажу нельзя то есть вы можете вырастить для себя и помидоры эти съесть но я не исключаю что там их нужно предварительно сертифицировать вот быть она и сертифицирована я сейчас не помню точное законодательство вот там жуть какая-то там же как это как это люди которые там жили и вернулись обратно говорят вы себе не представляете какая у вас здесь свобода можно ходить по лесу и собирать черные практический вопрос который нам нужно сказать что является более продуктивным в точке зрения скажем деятельной части человечества появилось формирование заниматься каким-то своим бизнесом или все-таки пристроиться в какую-то крупную корпорацию и работать крупным менеджером как вы видите в валютных зонах будет ли развитие мелкого частного капитала и так далее ну я имею ввиду различных инженерных компаний компаний производящих различные небольшие вещи вы знаете это очень сильно будет зависеть от того какие технологические зоны как там все будет устроено но вот смотрите ну понятно что это очень все сложно потому что с одной стороны инновации не окупаются с другой стороны инновация например в энергосбережении в условиях падения спроса это вещь абсолютно адекватная и полезная в нашей стране как вы понимаете это все быть не может потому что у нас основная цель крупных корпораций это максимально увеличить расходные бюджеты потому что откаты это проценты и когда вы приходите туда с энергосберегающими технологиями они на вас всех собак запускают а в условиях жесткого кризиса теоретическая ситуация может измениться но опять-таки для этого надо уволить всех они будут сопротивляться так что вот так вот это кстати одна из причин по которой я сомневаюсь что мы сумеем сделать валютную зону потому что во первых мы не умеем ни с кем договариваться в принципе у нас нет культуры договоренности ведь если мы будем создавать технологическую зону нам мало стран СНГ нам будет еще нужна скажем Турция или Иран а у Турции и Урана есть свои позиции договариваться с ними трудно и при этом соответственно как бы если мы будем навязывать наше простите за неприличное слово культуру бизнеса с нами никто не будет иметь дела скажите пожалуйста как я понимаю в рамках создания валютных зон так же технологических наша зона имеет самые большие преференции ну понятное дело что вообще не развивается промышленность технологии соответственно нищета в принципе населения и точно так же я понимаю что финансы в Альберке кому они будут нужны с их миллиардами долларов в других валютных зонах знаете я вот в 2000 в каком восьмом году летом дал интервью который написал что через три года все наши олигархи разорятся ну разумеется три года это была фигура речи то есть не имелось вот там ровно три года но логика же была это же была не просто фраза какая была логика как сегодня устроен богатый человек любой ну условно 8 миллиардов капитализации активов 5 миллиардов долгов которые взяты вот под эту капитализацию для развития ну там для пополнения оборотных средств 200 миллионов ежегодной прибыли условно говоря кэш теперь у вас кризис 5 миллиардов долгов никуда не делись капитализация с 8 миллиардов упала до 3 200 миллионов в прибыли в лучшем случае превратились в 100 миллионов а в худшем в никто но есть случай что у вас долгов чистых на 2 миллиарда вам никто не даст пользоваться этими деньгами а те деньги как вопрос это что это миллиардер или это банкрот вот после 2008 года практически все наши олигархи попали по этой схеме тогда их спасли ну вот им закрыли кассовые разрывы а потом снова стали расти цены на нефть но эта ситуация точно повторится может быть уже этой осенью но скорее если следующей весной я прошу вообще кому они будут интересны и что же мы будем отдавать реальному мы будем отдавать кому мы это не мы а то что это номинальный что они могут отдать что у них есть красноярский алюминиевый завод как он будет его отдавать ну как ну хоть что-то возьмут чем вообще ничего его нельзя отдать но актив он есть как бы любой актив если он не приносит прибыль это не актив любое крупное предприятие в условиях спада спроса становится убыточным и дальше либо государство его берет и поддерживает нет его в первую очередь возьмут банк кто его спрашивать будет идет банкротство ну как это происходит да в цивилизованных странах и у нас тоже кстати у нас правда это не оформлять не умеют вот у вас соответственно предприятие оно должно кому-то 2 миллиарда 200 миллионов бюджет бюджет приходит и говорит банкротит те говорят а вот а вот наши 2 миллиарда банкротит дальше идет покупка кто продает завод стоит рубль не за рубль никто не купит 2 не покупает 3 я покупаю и покупает за 3 рубля этот завод эти 3 рубля честно делятся между бюджетом и кредитором сколько там было 2 миллиарда на 100 миллионов 20 к 1 3 рубля а больше нету все а вот дайте нам эти заводы и что с ума сошли то есть надо радоваться что они ничего не строили все эти годы ну в общем вот так то есть на самом деле вот в этом смысле нет проблем вообще никаких ну а тем более я прошу прощения если они из чужой валютной зоны ха ха а у вас виза есть а вот у меня виза я приехал из Лондона я адвокат вот у меня виза знаете у вас тут черный список вот тут обнаружено что вы такого-то числа оказались в холле одной гостиницы с господином Березовцевым вы готовы отвечать за деятельность господина Березовцева ну хорошо ну чьи богу я прошу прощения ну если уж как бы еще ну простейший пример история Строскана у вас нет все понятно все понятно ну хорошо допустим проблему олигархов мы не будем но стабилизационные резервы наши фонды так же а вот фондов не будет ага ну а на что же мы будем развивать честно будем печатать деньги до тех пор пока США крупнейший в мире потребитель и пока существует мировая долларовая система да из всего остального лучше доллара это будет 3-5 лет это будет 3-5 лет я не знаю это то есть я бы сказал так что полгода точно дальше будем смотреть ну невозможно сейчас делать более длинный прогноз ну для примера представьте себе что у вас в 91-м году вы помните Сбербанк давал большие кредиты летом там 91-го года вы взяли большой кредит ну формально на строительство дома там 15 соток давали еще чего вот вы взяли большой кредит строить дом вы не хотите ваша задача сохранить эти деньги так чтобы вот их привезти в какой-то актив чтобы он в 2011-м году его распечатать вопрос что можно было тогда сохранить чтобы она сегодня еще еще делать сад только золото спасибо спасибо